Здравствуйте дорогие друзья! К нам на почту приходит очень много писем с вопросами, как правильно готовить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной. Итак, мы постарались в этом видео собрать все самые важные моменты. Итак, как правильно варить кукурузу в початках и без початков в кастрюле. Сегодня мы будем говорить с вами, готовить с вами кукурузу в кастрюле, причем научимся делать это не абы как, а правильно, чтобы она радовала нас сочным, свежим вкусом и обалденным ароматом. Кстати, знаете ли вы, что эта злаковая культура единственная из своих собратьев, которая содержит в себе золото? Недаром ее зерна по форме и цвету так похожи на золотые слитки. Что касается пищевой ценности кукурузы, то в 100 граммах она содержит 125 килокалорий, 4 грамма белка, 4 грамма жиров, 22 грамма углевода. Этот продукт в отварном виде отлично утоляет голод, причем на длительное время, а также насыщает вас большим количеством витаминов и микроэлементов. Итак, чтобы кукуруза получилась сочной, ароматной и полезной, необходимо правильно ее выбирать и готовить. Так особенно вкуса будет не кормовая, ярко-желтая, а пищевая, более светлая или белая, злаковая культура, причем недавно сорванная с грядки. Если вы покупаете кукурузу в магазине, то знаете, подвявшие листья говорят о том, что на прилавке она лежит уже несколько дней, поэтому ее лучше не врать. Как правильно варить кукурузу в кастрюле, чтобы она была мягкая и сочная? Этим рецептом поделилась читательница из Хабаровска. Она написала, что ее вареная кукуруза всегда получается очень сочной и мягкой, благодаря тому, что она выбирает для приготовления только свежие и молодые початки. Ну что ж, попробуем. Итак, что нам потребуется? Кукуруза 4 штуки, вода, кипяток 1 литр, соль и сливочное масло. Способ приготовления по этапам. Для начала освободите кукурузу от зелени, отрежьте хвостики. Уложите в кастрюлю отрезанные листья. Далее сверху выложите кукурузу. Залейте кипятком и поставьте вариться на 20 или 30 минут, не более. Посыпьте мелкой солью. Возьмите кусочек масла и натрите им свежеприготовленную злаковую культуру. Приятного аппетита! Сколько по времени должна готовиться кукуруза в початках? Прежде всего хочу отметить, что время варки початков в кастрюле зависит от того, молодые они или старые. Кукуруза светло-желтого цвета говорит о том, что у вас в руках молодая и свежая злаковая культура. Поэтому ей вполне хватает 15 минут после закипания, чтобы хорошенько провариться. Если же перед вами кукуруза в темных початках, значит она уже не первой свежести. Поэтому на ее варку может уйти значительно больше времени, от 40 до 1,5 часов, в зависимости от размера и количества злака. Так, 3 штуки молодого маиса сварятся примерно за 20 минут. И так, чтобы кукуруза в початках хорошо отварилась, необходимо полностью погрузить ее в воду и закрыть кастрюлю крышкой. В процессе варки очень легко проверить ее готовность, вооружившись зубочисткой и проткнув зернышко. После того, как вы вытащите злаковую культуру из кастрюли, можете натереть ее солью, кусочком сливочного масла и любыми любимыми специями. Бесподобное и сытное блюдо готово. Приятного вам аппетита и полезного перекуса. Сколько варится кукуруза в кастрюле без початка? Кукурузные зерна без початка готовятся разное количество времени, в зависимости от того, для чего они будут использоваться. Если на наживку, то варить их следует от 30 до 1 часа с предварительным удерживанием в воде для набухания в течение 2-3 дней. Кстати, следует отметить, что зерна этой злаковой культуры являются прекрасной наживкой для ловли карпа, карася, красноперки, платвы, тарания, леща, сазана, белого амура и даже головля. Если же вам для консервации нужна кукуруза сорта Бандюэль, то ее можно вообще не варить предварительно. Достаточно будет залить горячим рассолом и закатать банки. Однако у меня есть знакомые, которые каждый год заготавливают на зиму этот злат, предварительно проваривая его в кастрюле в течение 15-30 минут. При этом они уверяют, что особенно вкусная кукуруза получается, если добавлять к ней в процессе варки сахар в количестве 1 столовой ложки, а также 1-2 столовой ложки соли на литр воды. Итак, еще один рецепт варки кукурузы, чтобы была вкусная и сладкая. Главный секрет приготовления сладкого и вкусного злака в отварном виде, в так называемых кукурузных рыльцах, ниточках. Как? Сейчас узнаете. Для приготовления возьмите кукурузу в любом количестве, кипяток 1-1,5 литра, соль по вкусу и желанию. Способ приготовления по этапам. Отделяем кукурузу от зелени. Кукурузные листья укладываем в кастрюлю, предварительно освободив их от рыльцев ниточек. Поверх листьев аккуратно выкладываем кукурузу. Сверху накрываем копной волос. Внимание! Именно эта фишка поможет придать вареному злаку сладость и сочность. Оставшимися листьями накрываем как одеяло. Заливаем кастрюлю кипятком. Вилочкой нажимаем и ставим на огонь. Варим при не полностью закрытой крышке в кастрюле 15 минут после закипания. Кукурузу освобождаем от листьев и достаем из кипящей воды. Натираем солью по вкусу. Как нужно варить кукурузу в початках в кастрюле с солью и молоком? Подробный рецепт. Пропитка молоком придает в злаковой культуре дополнительную порцию витаминов, а также необычайную мягкость и неповторимый сливочный вкус. Попробуйте и обязательно захотите добавки. Нам потребуется кукуруза молодая 5 штук, соль по вкусу, молоко 300 или 500 мл, сливочное масло по вкусу. Способ приготовления по этапам. Аккуратно укладываем кукурузу в кастрюлю. Посыпаем ее солью. Заливаем молоком. Ставим на огонь и ждем, чтобы затепело. Накрываем крышкой и варим 5 минут на медленном огне. Далее вытаскиваем нашу кукурузу. Натираем ее сливочным маслом и приятного аппетита. Варим кукурузу сорта бандюэль в початках. Очень вкусная получается. Бандюэль считается самой сахарной среди других сортов кукурузы. Именно поэтому ее так любят готовить для своих малышей заботливые мамы. Попробуйте этот рецепт. Уверен, что он вам понравится. Итак, подготовьте следующие ингредиенты. Кукуруза бандюэль, вода и соль. Способ приготовления по этапам. Кукурузу тщательно очистите от листьев и хвостиков. Уложите ее в кастрюлю. Залейте холодной водой. Сверху накройте кукурузу промытыми листьями. Поставьте на огонь после закипания. Варите 10-15 минут. Достаньте кукурузу из кастрюли и сдобрите ее мелкой солью по вкусу. Пошаговый рецепт, как варить в кастрюле свежую молодую кукурузу. Нет ничего вкуснее только что приготовленной из лаковой культуры. Однако ее можно испортить, если долго и неправильно варить. Поэтому, чтобы такого с вами не произошло, делюсь с вами поверенным рецептом. Возьмите молодую кукурузу, соль, кипяток. Способ приготовления по этапам. Очистите кукурузу и отрежьте с двух сторон кончики. Уложите в кастрюлю сначала промытые листья, а поверх них саму кукурузу. Залейте кипятком. Поставьте на огонь, накройте кастрюлю крышкой и дождитесь, пока закипит. После закипания варите молодую кукурузу 20 минут. После варки посыпьте ее солью. Приятного аппетита! Итак, чем же полезна вареная кукуруза для человека? Если вы любитель этой злаковой культуры, вам следует знать, что даже в вареном виде кукуруза сохраняет в себе более 80% имеющихся полезных веществ. Такими показателями не сможет удивить нас ни один другой злак. При этом в отварном виде она способна нормализовать водно-солевой баланс, а также работу организма на клеточном уровне. Кукуруза отлично стимулирует деятельность головного мозга и сердца. Именно поэтому она особенно полезна детям и пожилым людям. Кроме того, вареная злаковая культура помогает хорошо насытить организм, успокоиться и избавиться от бессонницы. А если вы страдаете хронической усталостью и частыми недомоганиями, начните ежедневно в течение месяца употреблять 60-70 грамм кукурузных зерен в отварном виде. Результат обязательно вам понравится. Особенно хорошо налегать на злак следует тем, кто накануне замечательно провел время за праздничным застольем. Дело в том, что кукуруза отлично выводит из организма алкоголь, а также избавляет желудок от тяжести. Злаковая культура полезна и при бесплодии, как мужском, так и женском, а во время вынашивания малыша она укрепляет костную систему волоса и ногти, а также помогает образованию коллагена в коже. А вы любите вареную кукурузу? Если да, то ставьте лайки и делитесь этим видео. Может у вас есть собственный рецепт ее варки в кастрюле? Пожалуйста, тогда пишите свои рецепты в комментариях. Мы обязательно снимем видео и разместим на своем канале. До встречи в следующих видео. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok